Из-под трибунового помещения у каждого здесь свой ритуал, вот такой перфоманс пятитысячный. В живой форме, надо сказать, что Бусиловна любит играть в таких цветах, но сегодня, конечно, она... Бускетс пятый, Иван Ракитик четвертый, Артур Мелла восьмой, Филипп Каутинец седьмой. ...судейскую бригаду, помогают ему Павел Бокальницкий, Томаш Лисов, Менди, 28-й Домбеле и 29-й Тузар по расстановке. Может быть не последний раз в этом матче с центра поля разыгрывает Леон, потому что если будет ничья 0-0, то мы так раз... ...сейчас более сыгран с этим французом, чем с Ум-Дети. ...привычную манеру, ну а Леон отвечает серьезным давлением, такого прессинга может быть... Домбеле все-таки сумел устоять на ногах и выцарапать этот мяч, дальше Депай и здесь уже место. Ну там Парис Энжермен в своем чемпионате играет, атака Барселоны, передача на Суареса далековато. Каутини, ну как такую передачу не сделать? Нет, не... ...перекладить на ворот Барселоны. Вот это здорово! И Месси! Вот это уже просто подставлял голову, стенка классная. Дальше, вот я себя Месси пропустил на Ракитича, да? Подобное достижение было у Баварии, когда она с 98 марта Барселона на своем поле никому не проигрывает. Последний раз невероятно хорошая угловая подача подбор Суареса. Навешивает он на входов на голевые моменты. Сейчас положение вне игры у аргентинца. Следует здесь очень аккуратно все. Но леонцы расположили, закрыли все подходы. Фразелец и Марселло играют весь сезон практически без замен во всех матчах чемпионата и прочих турниров. По-моему, но смотрим еще один момент. Каутинио, нет никаких нарушений. Удар, поворот. 2-0 и упустил победу, сыграв ничью 2-2. Вообще, действительно, выездные матчи не очень хорошо. Леону удается здесь. И Марселло с Марсалом путаешь. Ну все, ладно, проехали. Месси... Не такой, вот Марселло, мяч выберет. Где из УВИФА даже рисовали 4-3-3. И Леон довольно редко практикует. И штрафного забила Барселона. Как раз Месси делал передачу. Пике забил головой. Насевает не очень далеко. Подбор на Беле Фекира. Чуть назад. Домбеле. Удар в ближний. Каутинио. Здорово. Суаре ставит спину. Дальше на Месси, но здесь на Домбеле. Каутинио абсолютно по ДНК игрок Барселона. Почему пока не получается. Вот это здорово. Пас Альбе. Чуть посильнее бы Альба успел поставить спину Дюбуа. Но вперед. Каутинио. Но и в итоге все равно три мяча пропустили. Вот именно. Вот так вот эти линии скрыть будет тяжело. Месси, тем не менее, удается это сделать. Суарес. И сыграл чисто. Вот если бы правой ногой подыграл себе в одном... Но уже сделать передачу не сумел. Хорош. Лопес своевременно вышел. Передача назад. Отодвигает Леон Барселону. Заброс. Бускеца на Сержа Робет. Это все далеко от ворот. Но вот это хорошая стенка. Суарес. Пенальти. Пенальти. Как же грамотно. Этот мяч. Но это фул. Это фул, потому что Денайер перекрещивает траектории. Фул. Это было даже видно из остатки. Но каков пас Месси, что Денайер не может никак зацепиться за это. Бьет. О, красиво. Красиво. В стиле Агуэра. Аргентинцы. В стиле Антонина Паненки. Самая глава. Хорошо. Да. У нас уже не будет дополнительного времени. Мы уже можем констатировать. Вот. И вчера просто Агуэра тоже исполнил похожий пенальт с правой ноги. Но Месси умница. 1-0. Да. Ну и Месси создал. По сути, Месси заработал этот пенальти. Он фигуру Суареса. Гроссмейстер передвинул на нужную клетку. И здесь момент. У Леона паса. Это очень опасный удар. И мяч идет. Атака. Провал в опорной зоне. Депай покатил на дембеле. И удар не знаю, попал ли он. И выполнил передачу. Ну просто дьявольский точно. Еще момент. Каутиньо. Антония Лопеш получил. Лопеш как учили. Сгруппировался. Да, сгруппироваться. По-моему, все-таки показалось, что Каутинь и был в офсайде. А дальше уже от этого столкновения было никуда не уйти. И молодец. Он успел, как это в хоккее бывает, коснуться зоны, выезжая. Но португальского голкипера. Ну просто я надеюсь, спил дыхание. Потому что как раз в живот врезался на... И успокоится Лопеш. И вовсе наиграют и наиграют. Это Марсал сейчас ему... Нет, перед второй игрой не было. Потому что у Реала перед игрой с Аяксом было два... Действует очень уверенно. Суарес. Удар в дальний угол. Лопеш с ним все в порядке. А вот враги... Челуиси Энрики. Я уже не говорю про Гвардио. Что сделал Суарес? Луис Суарес. Брависсимо. Мало того, что он двоих обыграл на линии штрафной. Качнул вратаря. И в этот момент выдал голевой пас на пустые ворота Филиппа Каутиньо. Для бразильца важнейший гол. Ну а Суаресу аплодирует весь стадион. Блистательный, маленький шедевр выдал ругваяц. Да, это было очень здорово. Но я бы отметил передачу, которая пошла на Суареса. Которая отрезала всех. Посмотри, Артур, какую передачу выполняет. И Суарес очень грамотно мяч обработал. Вот здесь сбор. Все-таки замена вратаря произойдет. Месси выше ворот. Я думаю, что если... Да, и очень многие каталонцы, я думаю, тоже приветствуют смелого вратаря. Такая неприятность произошла с португальцем. В слезах замены вратаря. Но вот дальше имеет ли смысл играть? Продолжать в три центральные. Суарес и здесь опередил. И здесь опередил и покатил мимо ворот. Мата, но, видимо, придется ждать завтрашнего дня. Да, последний к Месси, если угодно. Вот Дембеле. Пикер. Здорово сыграл Пикер. Идем. Оставляю. Снова Артур. Ракитевич Артур. Это Альба. Альба, прошу. Ей-ой-ой, еще один идеальный пас Месси. Не забивает. Уже открылся. А вот Каутиньо. Ну как? Ой-ой-ой, пас пяткой на Суареса. Тоже молодец. Передача. Передача. Артур. Присково нашел к этому. И резко идя в подкат, перекрещивая траектории, он сбивает соперника с движения. Видит защитника Артур. Это Артур, это Месси и это не гол. Не блуждающий Месси. Везде блуждающий. Суарес и Патлея здесь, в Месси, все делает аккуратно и чисто. Но вот пока Гуржелена Лангле очень грамотно сыграл. Подача. Падение. Здесь на встречном движении Каутиньо. Если бы он не трогал мяч, я сразу кралась. Что? В первую очередь Суарес. Суарес выступил на Денайра. Да, совершенно верно. Марсал идет на позицию защитника. А Минди, по сути, играет левым край. Игрока Леона Тер... Терштегин, Терстегин. Ну да, это мы и поэтому решили. И неудачно Депай мяч обработал. Ну и как же здорово на широчайшем шаге Пекин. Вот, пожалуйста, такие комбинации могут пойти. Да, здесь явная офсайта у Филиппа Каутиньо. Но уже не первая атака. И Мэнфис Депай сейчас раскручивает защитника. Подает, а он умеет с двух ног. Она не прошла первым темпом. Суарес выкарабкался. Месси, пауза. ДНР сыграл. И пробитие. Кто же пробьет? Набиль Фекир. Вот так вот. Противоположный фланг пропускает. Мэнфис Депай. Подача. Пас на подбор. Дил Артура, который спрятался на фланге. Каутиньо здесь же рядом. Ну вот окружили его втроем. Мяч забрали. Причем легко уходит от Бускетца. Минди набирает скорость. Здесь абсолютно один. Дюбуа не успел подстраховать. По-моему, это и был пас на Дюбуа. Просто не удавшийся. Может быть. Он абсолютно один в Дюбуа. Абсолютно. Здесь уже кто-то... Марк Андре. И еще будет удар. И гол! Лифон забивает. Люка Дузар возвращает матчу интригу. И как-то странно вели себя защитники Барселоны. Все защищающиеся. Они смотрели за тем, как мяч летает над их головами. И французы выбираются на позицию для удара. То один, то другой. И смотрим еще раз. Подача Депая. Пять игроков в оранжевой форме. На нога, да. Но придраться можно. Всей линией Суарес абсолютно негодует. Не можно играть. Показывает Марченик. Но свечом Толеон остается. Удар в ближний угол. На Индии будет подача. Опасно Депай. Удар. И на месте Калкеды. Начала немножко задыхаться Барселона. Роберто. Красивый резанный пас внешней стороны. Контакт, да. Вот так вот сразу. Приземляется на бедро. Как правило нарушил. Смотрим на Фекира, который начал заваливаться еще до. Чара, Китич, Месси. Ох, как красиво. И пустые ворота. Нет, видишь, далековато. Нет, Горжленов страховался. Молодец. Молодец, Матье Горжленов. Попрежет себя и режет для партнеров. Альба. Красивый перевод на Месси. Но скидка. Женодежь. У защитника Месси. Месси. Пауза. Еще одна. А кому бить? А никого и нет. Ну, здесь отбор был еще и с переходом в атаку сразу. Вообще, Месси тоже уступает Барселона. В том числе подача. Удар по воротам. Но все-таки пробил. В первом тайме потрудился. Во втором уже похуже. Но, видимо, после травмы еще не готов. Суарес, Дембеле в штрафной. Передача Суарес. Подбор Бускет. Обойтись, Месси. Ой, ой, ой. Ой, что ли он сделал? Месси с правой ноги все-таки забил этот мяч. Пробив ладонь Матье Горжлена. Но как же он усадил, словно зачеркнул двух защитников Леона. Как он на паузе. Даже я уже хотел прыгнуть под этот удар. А он взял и убрал на всех вместе. Вся Франция уже неслась прыгать под этот удар. И всю бы Францию тоже убрал бы туда же левом месте. Да, это было очень красиво. Но, действительно, вот эта ошибка, когда Месси отстает. Теперь надо два забивать. Подача. Трауре Корне против Видаля. И Месси, Месси в штрафной прострел. Браво. Великолепен Леон Месси. И Джерар Пике, пролетев 100 метров из своей вратарской, замыкает эту атаку. Но без эйфории это пока только одна восьмая финала. Но когда надо было включиться, что интересно, как только Леон перестроился на игру в четыре защитника, они тут же пропустили два. Но и Пике не поленился. От счастья. И Нальцин Семенов. Торического достижения. Запишем себе в профайл с Александром Шмурновым, что комментировали матч. Тогда Олимпиаду, да? Будет дополнительный шанс. Ну, а Дамбеле делает счет 5-1, забивая между ног вратарю Горжеледу. Леон Месси, голевой пас. Два голые, две голевые передачи сегодня. Надо брать. Надо брать. Теперь я понимаю, какого игрока не хватает Спартакова. Криштиану? Нет, у Шакова, который может создать момент из ничего. Но здесь было из чего. И Осман Дамбеле уже доводит счет. Передача в центр. Отдар, Каутиньо. Все, Каутиньо забыл как финты. А на Минди не риснул тот...